Современное оборудование получили в Междуреченском горностроительном техникуме, в мастерских учебного заведения. Осваивать первые навыки работы с электричеством теперь безопасно. Более 350 студентов ежедневно практикуются. Все они – будущие сотрудники угольных предприятий. В Распадской угольной компании молодые кадры поддерживают. Выделил средства на приобретение новинки благотворительный фонд «Евраз Сибирь». Во втором корпусе горностроительного техникума прошло торжественное открытие лаборатории электромеханического монтажа после переоборудования. На этих современных стендах будут обучаться более 350 студентов, а также школьники в рамках профориентации. Условия приближены к реальным. Все предприятия в городе в основном работают на электрическом оборудовании, при использовании электроэнергии, да, думаю, актуально. Как само развитие, так и процесс обучения, да, это важно. В периоде полтора года с этим оборудованием работать и какие-то практические навыки все-таки успеют получить новые. Потому что она дает более новые знания, которые нужны именно в нашем времени. Самое главное, чтобы ребята здесь готовились и были настоящими профессионалами. Вот профессионалы, конечно, нужны везде. Рад умным глазам ребятишек. Оно вселяет надежду, и она вселяет в них уверенность, что они завтра будут востребованы на производстве. Вот это самое главное. Электромонтажная лаборатория стала подарком и для Ивана Рехтина. Он уже 10 лет преподает студентам в этой мастерской, а ранее работал на шахте Распадская. Между прочим, они приходят сюда с большим интересом. И вы увидели, с какими эмоциями, с какими рано, когда вот вроде бы такой человек уже, ну, 18-20 лет. А когда подключил что-то, у него закрутилось, у него загорелось. Им очень нравится, когда они видят плоды своего труда. Ранее для студентов МГСТ оборудовали еще 4 учебных помещения в рамках социального партнерства техникума и Распадской угольной компании. Кузница кадров для междуреченских предприятий теперь вооружена по-современному. Открытие такого замечательного класса, высокотехнологичного, отвечающего современным профстандартам, конкурсу WorldSkills. Оно важное и существенное как для города, как для компании, так и для самого техникума. Это приоритетные направления, они дают понять как учащимся техникум, так и окружающему сообществу, что направления эти важны, что в них кладывается работодатель. Междуреченский техникум готовит не только хороших профессионалов для предприятий города. Студенты планируют достойно выступать на чемпионате WorldSkills и конкурсах профмастерства рук. Новое оборудование поможет в подготовке. Екатерина Сильверстова, Станислав Олин. Новости. Мой Междуреченск.